Раньше представители обеих компаний, Улан-Удэнерго и МРСК Сибири, встречались в суде из-за долгов. Теперь стороны стали партнерами. Сетевики объединились. Улан-Удэнерго вошло в состав МРСК Сибири. Такое решение пришлось принять, ведь организация была на грани банкротства. Гарантирующему поставщику Улан-Удэнерго задолжала 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Невыплаты со стороны гарантирующего поставщика, невыплаты со стороны мелких сетевых компаний, и привели к тому, что общество не смогло оплачивать вышестоящую сетевую организацию. Мелкая сетевая получает гарантирующего поставщика, просто не платит вышестоящую, а мы, имея все центры питания, практически 90% в городе Улан-Удэнерго не могли оплачивать. В случае, если Улан-Удэнерго признали бы несостоятельные долги перед гарантирующим поставщиком, гасились бы за счет населения, потому городские власти решили принять рациональное решение. Выполнялись инвестиционные планы и так далее, но в принципе темпы были недостаточно. Сегодня темпы жизни намного выше, и необходимо действительно те лучшие решения принимать, которые дадут потенциал к развитию города. Вместе с Улан-Удэнерго и МРСК Сибири заберут и мелкие энергетические компании. Таким образом будет взят контроль над сетями. На их ремонт, как обещает руководитель компании, средства в госбюджете найдутся. Пока заключен договор аренды на 7 лет, тем не менее, все может поменяться. Следующий наш шаг не только владеть на праве аренды, но и перейти на это имущество в хуже собственники. Это второй этап нашей консолидации, который мы планируем выполнить в 2019-2020 год. Все обслуживающие офисы остаются по тем же адресам. Персонал Улан-Удэнерго также остается на месте. Изменилась лишь запись в трудовой книжке. Ну и, как обещают энергетики, такая реформа не отразится на тарифе для населения. Юлия Пермякова, Андрей Дармаев. Новости дня.